всем привет покажу вам в этом видео парочку осенних осенне-зимних даже образов и начну вот с такого объемного джемпера с крупной вязкой в котором я сейчас перед вами этот джемпер на сайте указан как один размер на всех почему потому что это достаточно широкий объемный такой джемпер и что я сейчас вижу по расцветке я вижу что она немножко не такая как на сайте на самом деле этот джемпер цвета знаете такого деревенского молока я не знаю как видно сейчас но я вот вижу что он не имеет какого-то желтого оттенка хотя на мне сейчас я вижу этот небольшую небольшой желтый желтый оттенок либо деревенского молока либо сливочного масла то есть это не чисто белый а на сайте я тоже видела фотографии цветопередача была что он чистый он не то чтобы он ярко белый да но он такой белый все-таки белый без какой-либо желтизны а здесь желтизну я не наблюдаю я вижу что он немножко по-другому передается и не то чтобы меня это сильно расстроило но я хотела немножко другой цвет сейчас я отойду подальше и покажу вам как это выглядит ну а пока вблизи рассмотрим горловину это достаточно широкая горловина высота не плотно прилегает к шее мне это очень нравится потому что когда шею слишком обтягивает то подчеркивает нижнюю часть не овал лица и мне уже этого делать точно не стоит можно его и вот так разложить можно стоечкой оставить или не знаю там скрутить вообще можно допустим вот таким вот валиком сделать как угодно теперь по рукаву посмотрите рукав начинается сам рукав до вязка рукава начинается примерно практически у локтевого сгиба вот локтевой сгиб и буквально пару сантиметров до него это рукав все остальное это полотно самого джемпера он очень очень широкий поэтому видим он один размер на всех ну и отойду теперь подальше сбоку у него разрезе ки и покажусь со спины то есть это такой очень очень объемный джемпер и конечно он подойдет на все размеры я люблю я почему-то стала любить такие объемные вещи раньше никогда не любила любила что все было вот так вот в обтяжечку а теперь мне вот прям хлебом не корни вот такие подавать но я ожидала что он будет немножко поуже сейчас я его переодену и сделаем с вами замеры по составу лично мне кажется что это так сейчас тут есть даже бирка это стопроцентный акрил можно стирать при 30 градусах гладить на днёр очки холодной воде нужно стирать так без хлора ну и все сделано в китае очень очень мягкий очень приятный хорошо что не колется бывает что даже не натуральные составы почему-то колется ну вот этот абсолютно мягкий очень очень комфортный хороший насчет того как под верхнюю одежду до надевать здесь затрудняюсь у меня пуховик с достаточно узкими рукавами и скорее всего смогу надевать только с шубой у шубы все таки у меня на свинкер такой расклешенная к низу и достаточно широкая пройма у рукава вот но все-таки ну под какие-то узкие вещи вы сами видите это уже не надеть надеть только под какие-то достаточно широкие потому что вот как вот куда это девать если рукав нормальный начинается здесь то вот это все расстояние должно в этот рукав вот так скомкаться задирается сбоку при этом и здесь у вас будет нагромождение достаточно толстой вязки поэтому не знаю как под верхнюю одежду ну опять же да у кого какая теперь снимаем мерки так и так я померила размер от низа проймы одной до низа проймы другой то есть это область груди здесь получилось 68 сантиметров длина джемпера от горловины сейчас скажу вам так от горловины получается 57 сантиметров теперь я вам замерю знаете какой размер потому что непонятно да сколько на плечо уходит у кого сколько уйдет я замерю от горловины и до конца рукава это 63 сантиметра когда будете себе снимать мерку сантиметр приложите вот сюда то есть в то место где воротник соединяется с проймой и вот так вот отмеряйте от этого места где шея с плечом соединяется и до конца рукава 63 сантиметра у этого джемпера ну и давайте измерим горловину высота ворота 23 сантиметра ну и замерю сейчас эту часть в области манжета здесь получается 10 сантиметров ну и растягивается до до 19 до 18 сантиметров растягивается то есть здесь может быть до 36 сантиметров если у кого-то такие параметры есть и давайте поближе покажу разрезы здесь порядка 15 сантиметров по бокам есть ярлык составом с рекомендациями по уходу ну и собственно все ну а я сейчас уже во втором джемпере который почему-то тоже на сайте я еще думала я еще не тот размер что ли заказала почему-то он там одного размера тоже на всех на самом деле он даже мне немножко малого он просто очень короткий понравился мне цвет у него есть вблизи там картинка вязка все это все совпадает он очень приятный он очень комфортный но облегает очень сильно облегает мне руки и мне немножко прохладно сейчас на балконе прохладно я не знаю здесь градусов наверно 18 или даже меньше и у меня она холодит это как наши водолазки тонкие которые надеваешь фаберликовский и они немножко холодят когда прохладно то есть без какой-то кофты сверху или жакетом в них будет прям еще холоднее вот с этим джемпером то же самое плюс ко всему посмотрите какой он коротенький я уже в таких не хожу я не знаю с чем может быть с чем-то с завышенной талией такое можно надеть но вот я сейчас просто надела юбку коричневую в тон бежевому этому джемперу но мне совершенно не нравится вот это какая-то короткость то есть если я подниму руки то все у меня даже голое тело видно вот так выглядит сзади ну и после того как я немножко пошевелилась мне начал коротить рукав я не люблю когда начинается уже вот так коротко мне надо как минимум еще плюс один сантиметр я уже не раз говорила у меня немножко больше плечи чем у обычных людей хотя здесь плечо посмотрите она сто процентов на месте но у кого-то плечо будет покороче и рукав соответственно будет немножко длиннее это все уйдет на рукав на длину рукава вот эти запасные сантиметры будет нормально но что делать с длиной я не знаю мне кажется если я ей постираю этот джемпером кто он будет еще короче но не знаю или у него какая-то будет мне теперь деликатная ручная стирка поносить конечно его хочется мне очень нравится вот этот элемент ну якобы завязанный здесь шарфик небольшой вырез и воротник стоечка то есть он не подчеркивает овал лица уже такой не очень идеальный но все-таки прикрывает горло я люблю не очень люблю носить какие-то шарфы под под куртки я люблю чтобы был немножко приподнята горловинка и тогда можно просто надеть куртку ничего себе здесь не наматывает с этой целью брала и и первый джемпер и вот этот но не знаю что с этим делать может быть наоборот намочить и растянуть его и он вытянется пока пока ничего сказать не могу не стирала сразу как получила делаю примерку и показываю вам ну а сейчас я его сниму и с ними мерки посмотрим так итак я замерила 45 сантиметров вот здесь в груди 48 это длина самого джемпера я не считала горловину я ее подогнула и вот этот размер вот эту длину я замерила так ну и длину рукава сейчас вам измерю при вас 50 55 сантиметров длина рукава что у нас в рекомендациях по уходу сейчас я найду бирку так рекомендациях по уходу у нас ручная стирка или химчистка так сделано в китае 65 процентов хлопок 35 полиэстер и поближе покажу вам качество это очень очень мягкий трикотаж хорошо тянущийся кстати да вот посмотрите что у меня на нем есть так это убирается с другой стороны кстати вот у меня здесь пришло вплелись какие-то ниточки не знаю вы стираются они или их надо аккуратненько иголочкой вытащить но это это явно это не грязь это вплетены нитки вот такое бывает когда вязальную машину или это может быть в самом мотке с нитками какая-то еще дополнительно попадает и я про я просто вижу что это не грязь за ниточку нужно потянуть и вытащить главное чтобы дыры не было ну насчет предположений будет закатываться или нет мне кажется немножко она под закатается потому что есть какая-то ворсистость у нее видно вам вот так есть какая-то ворсистости и мне кажется что еще ее нужно сушить на полотенце почему потому что вот такого качества на ощупь я его определяю когда вещь постираешь и не дай бог это жмешь полу появляются какие-то заломы в ткани которые не разгладишь даже утюгом то есть ты вроде вещь погладила она ровненькая а эти заломы видны мне кажется что это вот такого качества решать вам брать или нет я показала все что все что могла а это кстати смотрите съемная штука шарфик съемный можно оставить просто дырочку и не знаю брошь может быть сюда какую-то прикрепить ну или просто так ходить в общем вот такие две кофточки сайт шинский ссылку я оставлю под этим видео кроме того в этот раз для моих зрителей сайт еще и скидку предлагает тоже можете пора пройти и получить скидку которую я укажу сейчас под этим видео и ссылки на эти вещи в том числе всем большое спасибо за просмотр с вами была соловьё марина подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик для того чтобы быть оповещенными обо всех моих новых видео до новых встреч на моем канале всем пока